Тысячи миров И земной эфир Пред тобой моря, реки и поля Для тебя сейчас вертится земля И метнувшись ввысь прямо в небеса И раскинув вмиг руки паруса Летим мы прямо к звездам И никогда не поздно скользнуть по солнечной волне И на волне глобальной все будет актуально Весь мир покажем мы тебе Этот мир для нас создан на века А природа мать верная рука Мы ее сыны, мы ее оплот Мы поможем ей в тысячах забот И для всех земля, и тепло, и дом Видишь этот мир прямо за окном И к нему теперь нужен только шаг Заходи в эфир global.vau И с нами прямо к звездам И никогда не поздно скользнуть по солнечной волне И на волне глобальной все будет актуально Весь мир покажем мы тебе Вопросы задавайте спокойно, красиво Мотор, поехали Двадцать минут геология и механизм действия. Послушаем. Кстати, тема очень интересная. У кого не открыт, то тут же мгновенно откроется. Ну, поговорим сняли. Еще раз название откроется. Как его же нет, как можно открыть. Александр Ваш, название откроется. Не, ну в том плане, биологически. Так, дорогие друзья, времени мало, докладчиков много. Вопросы потом. Соблюдайте тишину, пожалуйста, потому что запись идет. У меня доклад «Тайна третьего глаза». Действительно, появились некоторые новые данные по этому поводу. Этой темой я занимался давно. В том числе, спокойной сотрудницей Института высшей нервной деятельности Васильевна Тарабутова, которая работала в лаборатории Смедевской медиации, в лаборатории сверхсознания. Но теперь лабораторию сверхсознания переименовали в лабораторию сна. Просто кто не знает. В промежуточном мозге, в крыше, есть такая очень интересная шишковидная железа. Его называют эпифизом. Эта шишковидная железа достаточно загадочный орган. В разные анатомы Средневековья полагали, что в нем гнездится наша душа. Например, Декарт считал, что эпифиз или шишковидное тело является седалищем нашей души. Вязали, в общем-то, анатом средневековой то же самое. Леонардо да Винчи и так далее и тому подобное. Что же, собственно, существует? Закладка третьего глаза, вот эта нервная трубка, когда формируются парные глаза, вот они показаны, формируется и выпячивание в области третьего глаза. Но обычно эпифиз связывают с циркадным ритмом, то есть это суточный ритм, в нем в ночное время вырабатывается мелатонин, гормон такой, который способствует засыпанию, а в дневное время серотонин, потом накопленный серотонин в дневное время переходит в мелатонин в ночное время. Но что самое любопытное, у полуторамесячного эмбриона человека формируется анатомически не только шишковидное тело, пара, так сказать, орган эпифиз, но и третий глаз, реальный третий глаз, закладывается сетчатка, закладывается, в общем-то, такое тело, похожее на хрусталик, и закладываются фоточувствительные клетки, после этого, около полуторамесячного эмбриона, все это дело перетерпевает обратное развитие, то есть анатомической структуры у взрослого человека третьего глаза нет. Вот здесь вот интересный брельеф показан, это богиня ночи с двумя сводными близнецами, сводными братьями, сон и смерть. И в древности, в античности полагали люди, что как раз смерть и сон, они связаны друг с друг с другом. Что любопытно, у нас, благодаря тому, что отсутствует во взрослом состоянии третий глаз, поэтому достаточно сложный путь проходят рецепторы свет, он воздействует на обычные глаза, потом через разные тракты, в общем-то, даже задействованы шейные нервы, фактически идет в эпифиз, в общем-то, эпифиз начинает вырабатывать мелатонин в ночное время, в сутки. И вот здесь очень любопытно, тайна сна связана с эпифизом, в том числе и с быстрым сном. В 52-м году два ученых, они открыли РЭМ-СОН, такая стадия, вот 5 она здесь показана. Ну и вот видно здесь хорошо, что биоритмы мозга, энцефалограммис, они практически очень идентичны в этой стадии бодрствованию. И, в принципе, это было шоком для ученых и для исследователей, потому что все думали, что, в общем-то, там плавные синусоиды, во сне мы, так сказать, мозг отдыхает, бездействует, эта концепция полностью не подтвердилась. Ну, так я считаю, просто два слова скажу, что по моей версии млекопитающие рептилии-амфибии рыбы имели независимых и даже человеческих предков, они не сохранились в осадочном как бы компоненте, потому что деструкция горных осадочных пород произошла. И в связи с этим понятно, почему, допустим, у бесчелюстных, панцирных, колючих, хрящевых, костных рыб, рептилий, тераморфов древних, парарептилий был третий глаз. Очевидно, они анатомическую структуру унаследовали от человека, который был их предком. Это позволяет как-то иначе совершенно взглянуть на те анатомические структуры, которые есть у животных. Вот непарный третий глаз, это готель живоископаемая, вот здесь мы видим светочувствительный слой, есть аналогичный к хрусталику, но неподвижная область, видимо, она являлась своего рода зеркалом, есть такая капсула, которая является отражателем, никаких глазодвигательных мышц нет. Это очень любопытно, потому что, очевидно, третий глаз показывал в самом, так сказать, своем изначальном варианте внутреннее кино во время сна. И анатомическая структура этого третьего глаза у животных самых разных осталась, но она не выполняет такую функцию. Ученые предполагают, что, в общем-то, это нужно для разных поляризированных света, всякие гипотезы просматривать, но мне представляется возможным, что, в принципе, изначально эта структура как раз являлась внутренним кинотеатром, таким своеобразным. Вот это третий глаз игуаны, видно хорошо, это вот еще третий глаз разных змей, животных, что они редуцированы. Вот это рыба, вот здесь вот анатомическая структура третий глаз, вот это мемёги, вот здесь видно бесчелюстные, вот это остеодермы, ну это, в принципе, щитковые, которые тоже имели вот этот вот третий глаз. ну разные змеи, готерия, вот, например, вот глазницы, ну не глазницы, отверстие для теменного третьего глаза, вот земноводных лягушка, третий глаз сверху, он покрыт такой кожицей полупрозрачной, это у варана, далее вот у древних котелозавров есть, а глазницы, такое вот отверстие в черепе, это не глазницы, конечно, которые не, но тем не менее, где помещался этот вот светочувствительный орган. Вот это вот пеликозавр древний, ископаемый, который найден. Всё это у нас позволяет совершенно по-другому посмотреть на функции сна. Быстрый сон, его до сих пор непонятно, движение. В этом парадоксальном сном, его ещё называют, происходит быстрое движение глаз, вот REM-стадия, или быстрое глазодвигательное, вот глазные яблоки очень быстро двигают, БГБ-стадия. Вот два учёных, Клейман и его ассистент Зеринский, он фактически в 52-м году обнаружили эту стадию, им пришло впервые в голову снять энцефалограмму спящих детей. Обычно, в общем-то, никому до их не приходила такая блестящая мысль. И вот вы видите, активное состояние, вот у нас бодрствование, потом человек погружается в покои, дремотное состояние, и парадоксальный сон, вдруг такие пики даёт энцефалограмма, что фактически она даже может превышать активное состояние мозга во время бодрствования. Вот то же самое, это вот снимается с разных отделов из гиппокампа, кора головного мозга, в общем-то, мышцы шеи, для того, чтобы фиксировать, что человек спит. Дело в том, что в этом состоянии, когда парадоксальный сон происходит, у человека происходит сонный паралич, то есть мышцы, они не движутся, движутся только маленькие ушные мышцы в ухе и глаза, а остальные все мышцы неподвижны. И так называемый сонный паралич. И вот вы посмотрите, очень любопытно, человек во время сна проваливается в более глубокий сон, это фаза медленного сна, и затем вдруг он как бы просыпаться начинает, но он не просыпается до конца, и вот эти вот фазы быстрого сна, у него 4-5 фаз, это происходит за ночь, и они нарастают к утру, и это очень любопытно, потому что такое впечатление складывается, что кора очень активная, и человек думает о чём-то. О чём он думает? О том, что его память по пробуждению не способна уже схватить, и когда будили, это очень трудно давалось добровольцев, в этой стадии быстрого сна, то они рассказывали об очень эмоциональных, насыщенных снах, которые они переживали. На самом деле, даже если 2 минуты проходит, и человек обувь после стадии быстрого сна, он практически уже ничего не помнит. Это говорит о том, что структуры памяти утрачены у современного человека, и мы не помним сознание. Я называю это ночное сознание, дневное сознание. В стадии быстрого сна, по моему мнению, происходит как раз фаза ночного сознания, которое является диалектическим таким, альтернативой бодрствования и активного сознания во время дня. И вот здесь, в связи с этим весьма любопытно, что шаманские ритуалы, они проводились тоже ночью, ну, такие как бы правильные шаманы, так скажем, Якутии, народов севера, они фактически проводили их в ночное время, и как раз к утру пик активности возрастал, вот этих камланий, и это очевидно, они использовали то же самое, вот эту как бы особенность организма, которая к утру дает наибольшая плата, продолжительность вот этого быстрого сна. И именно в этом быстром сне, можно предположить, они, ну, как бы, осуществляли свои астральные путешествия, это такое предположение. Ну, и сделаю я вывод из этого, что активность исходит из центра головного мозга в бодрствующем состоянии, в основном это идет от коры, от внешних анализаторов, органы чувств работают, в ночное время органы чувств не работают, то есть внешние анализаторы отключены, но зато идет активное, так сказать, продуцирование подкорки, а подкорка, она уже дает импульс и включает кору, и фактически мы думаем, только о чем непонятно. Ну, Свиденборг считал, что во время сна душа человека уходит в ангельские веры, она общается с сообществом ангелов, с которыми она связана, и получает информацию оттуда. Вот это известный психиатр Крохолев, в 1973 году, если не ошибаюсь, он изобрел такой вот аппарат, в общем, маска для подводного плавания, фотоаппарат или камера, и он у разных, так сказать, психически больных людей, у которых были галлюцинации, он снимал это с сетчатки глаза. Дело в том, что наши глаза, сетчатка, она вывернута наизнанку, это парадокс, то есть она инвертирована, сетчатка. Свет проходит через множество нервов, скоплений разных-разных, так сказать, сосудов кровеносных, потом попадает вот на эти вот светочувствительные элементы, и уже затем, которые развернуты вот от света в другую сторону, в сторону мозга, и затем уже попадает на светочувствительные клетки, фоторецепторы. Это никак, в общем-то, покоя не дает многим исследователям, как же так, сетчатка человека, она по сути 40% практически теряется изображение, когда свет продирается сквозь эту толщу. На самом деле, все построено иначе, ну вот тут видно, что, собственно, свет может и спускаться изнутри, то есть мозг может продуцировать зрительные поля и по зрительным нервам гнать информацию, и как бы лучи зрения, о которых говорили в 19 веке, отсюда очень понятным становится эффект психографии. Вот этот Эд Соруса, он моряк отставной, так сказать, он на сетчатку проецировал разные, так сказать, полироиды, ему подсовывали под глаза, и вон разные здания и так далее, ему даже заказывали определенные фотографии, и, в общем-то, он проецировал. Причем для того, чтобы войти в нужную кондицию, ему надо было несколько поддать, и, в общем, к концу этого сеанса он был уже явно, так сказать, в хорошем подшафе, и у него тогда больше и лучше получалось вот это вот проецирование. Ну, третий глаз существует, разные там, мистические, мы знаем, маски. Такое впечатление, что во время медитации монахи, они, собственно говоря, ну, это вот мистерия ЦАМ, тибетская, где участвуют разные персонажи, вот, и они фактически имеют, многие из них, реальный третий глаз. Такое впечатление, ну, есть третий глаз и у членистоногих, что любопытно, вот, например, у раков даже три не парнохловных глаза, и причем он не инвертированный, в отличие от человеческих инвентированных. И вот здесь в чел видно, вот, третий глаз, у них три третьих глаза, сразу вместе. И вот сетчатка, она правильно находится, и фоторецепторы правильно. Это говорит о том, что, и, кстати, и у человека тоже закладка третьего глаза происходит правильно. Она вот примерно, как ни странно, это звучит, как у членистоногих. То есть сначала идут свой фоторецепторов, потом, значит, передающих клеток, нервных клеток, потом нервы, и уже, так сказать, кровенососуды, и так далее, и тому подобное. Вот эта пчела, и ее непарные глаза, помимо фаседочных, сложных, устроенных глаз, которые состоят из множества фасетов. Вот они здесь. Это говорит о том, что предки еще не членистоногих были. Тоже, как бы, видимо, разумные пользовались этим органом, как я считаю, дневного, вернее, ночного сознания. То есть фактически, это, еще раз повторю, возможно, внутренний кинотеатр для показа внутреннего кино. Утратив его, люди и животные фактически, собственно, перестали видеть и осознавать сны. Ну, это слабо, только кто-то там что-то там вспомнит по пробуждению или вещи и сны. Ну, вот существует методика осознанных сновидений. На самом деле, эта методика нейрофизиологами подвергается критике. Ну, вот его адепт, он нейрофизиолог Лабер, в общем-то, ну, он, так сказать, считает, что надо подбуживать человека в стадии быстрого сна и специальные импульсы, которые слуховые и зрительные даются, он человеку позволяет себя оценивать, что он во сне, в быстром сне. И тогда сон осознается и сном можно управлять. Управляемая иллюзия такая возникает. И управляемая иллюзия, вот его книжка, Стивен Лабер, но, собственно говоря, критикует этого человека очень правильно, я считаю, потому что, как показали недавние исследования, энцефалограмма, в этом состоянии возникает что-то другое, не парадоксальный сон, а третье состояние. Оно связано с тем, что человек полубодрствует, полуспит, и он так фактически лишается быстрого сна. А на млекопитающих показано, что если лишать их быстрого сна, то через какое-то время они умирают. Например, крысы через две недели, если специальный робот там смотрит, что у нее включилась фаза быстрого сна, ее сбрасывают в воду, и она начинает плыть, таким образом не дает ей спать, то она через две недели умирает без всяких видимых причин. Но вот мне кажется, наиболее физиологичным и наиболее правильным является путь медитации, который предлагают йоги. Они перетаскивают дневное, вернее, ночное сознание в дневное сознание. При этом они имитируют ступор мышц, сонный паралич, они сидят неподвижно, глаза закрыты, и фактически в этом состоянии это позволяет им как бы вот эти фазы ловить, значит, которые исходят из ночного сознания. Таким образом, я считаю, что мы, люди, имеем два типа сознания, ночное сознание и дневное сознание, но почему-то психологи считают, что есть подсознание, на самом деле это бессознательное состояние, на самом деле такой же тип сознания, вопрос только так, в том, как перетащить это ночное сознание в бодрствующее и осознавать его на ряду с всякими разными, так сказать, дневными состояниями. И сами можете подумать, насколько наша жизнь изменится, если мы реально будем общаться там, грубо говоря, с духовным миром и осознавать это общение, ночью мы там, а утром мы здесь. Ну и само конструкция человеческого тела, она создана для того, чтобы это общение состоялось, то есть было два типа сознания, изначально заложено в человеко-дневное и ночное сознание. В связи с этим можно говорить о том, что человек создан для как раз вот этого одновременного пребывания между мирами. Вот, спасибо за... Все. Все, да. Значит, давайте поговорим. Я вот в прошлый раз спрашиваю, да, как? Опять мы говорим только о мозге, а куда же делать это? В каком можно духовном вообще не может и речь, если мы полностью отрицаем духовный аспект человека? Нет, я не... Как? Мозг и ничего больше. Ну, я говорю о анатомической структуре, ведь доклад не нравится. Ну, так сможет быть само духовное существо... Ну, вот я и говорю о том, что человек он и что-то и рецидиальное существо, но и духовное существо. Я это не сможет. А духовная составляющая, она как раз по-другому сна и проявляется. Но сон недоступен для исследования, потому что память стирается. Ну, я же говорил вам все это показываю, что для этого не нужен сон, для того, чтобы внутренний мир рассмотреть. Для этого просто нужно видеть. про который вы сейчас ни слова не сказали, что он и существует. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, если мы говорим о насекомых и об вот этих устойчивых животных, древних, вы знаете строение нервной системы и их мозга прямое, так скажем, так сказать. У них лестничная сетчатка и так далее. то, что мы говорили, устроено прямо. Нет, нет, у них прямо посеточный глаз. Посеточный. Ну, не важно. Да, я понимаю. Но вопрос в чем? Да, вопрос в том, что первое, значит, если ступенчатое прямое дает такое, а у нас это не ступенчатое, а у нас это свернутое накрытие строение нервной системы и мозга. Строение нервной системы и в глаз, глаз, наш глаз имеет, значит, на 180, 180 присутствует вот этот разворот все время, 180, 90, 180 в нашем организме постоянно. я говорю, минуточку, вот я говорил о чем, что сетчатка обычных глаз, она не мертирована, она вывернута на изманку. Вот второй момент, я говорил о том, что третий глаз сетчатки, который у эмбриона полуправличного есть, он не ориентирован, светочувствительный слой туда, поэтому это позволяет как бы домашний кинотеатр устраивать. Я понимаю. То есть клетки сетчатки третьего глаза в идеале, они испускают, отражаются, это как отца такой как бы призмы, который там есть, который называют хрусталиком, на самом деле хрусталиком не является, и опять исходит назад, то есть такое кино, которое мы получаем с того света, грубо говоря, из духовного мира. И эта вот структура, к сожалению, утрачена. Это говорит о том, что была инволюция людей, и она последствуется как раз на в общем-то многочисленных, я просто не хочу сейчас время как бы тратить на это, но она как раз и показывает, что не только животные, но вот она и была, собственно говоря, инволюция, то есть вселялись очень древние люди, вот предки пищевестных, панцирных, лабиринтодонтов, рептилий, они имели анатомическую структуру третьего глаза, а новые вселенцы, уже млекопитающие и прочие разные их потомки, они не имеют. Это говорит о том, что там, где-то за звездными мирами также идет инволюция, инволюция живого существа, которого мы называем человеком. Александр Иванович, я хотел вам ... Я хотел вам, что вы нашли недавно в карьере под Москвой вот этот зуб. Я вам его... Мне привезли, я вам... Это не зуб. Ой, то есть... Это не зуб. Ну ладно, ну хорошо. Будем еще вопросы. Значит, исторически. Спасибо. Зафиксировано масса случаев, когда люди лишены полностью сна. Бомба упала, человек недалеко вылетает. С этим надо разбираться отдельно. А вы с этим не... Нет, нет, нет. Я считаю, что это либо фейк, либо... Если парадоксально... Как это фейк, если человек... Ну, минуточку, у нас же... Ну, послушайте. Ну? Вы можете послушать? Слушаю. Значит, у нас подстраивается система. Если человека лишать сна долгое время, он начинает спать с открытыми глазами днем. И он начинает видеть галлюцинации. Это хорошо известно. На пятый день у добровольцев начинается глюк. Я думаю, сейчас... Логические... Ничего не логические эксперименты были. Если вопросов нет, все. Давайте. Следующий вопрос. Все, все. Все. Закончили все вопросы. Следующий... Следующий будет. У нас выступает. Тысячи миров, множество планет. Хочешь знать, что есть и чего здесь нет. Сделать просто шаг, чтоб увидеть мир. Солнечный пожар и земной эфир. И земной эфир пред тобой моря, реки и поля. Для тебя сейчас вертится земля. И метнувшись ввысь прямо в небеса, и раскинув вмиг руки паруса, летим мы прямо к звездам. И никогда не поздно скользнуть по солнечной волне. И на волне глобальной все будет актуально. Весь мир покажем мы тебе. Этот мир для нас создан на века, А природа мать верная рука. Мы ее сыны, мы ее оплот. Мы поможем ей в тысячах забот. И для всех земля, и тепло, и дом. Видишь этот мир прямо за окном. И к нему теперь нужен только шаг. Заходи в эфир Global.Val И с нами прямо к звездам. И никогда не поздно скользнуть по солнечной волне. И на волне глобальной все будет актуально. Весь мир покажем мы тебе.